привет дорогие друзья вы на канале колумблок с вами катеров танки сегодня мы с вами поговорим немножко т-10 ну и заодно посмотрим принципе неплохой бой здесь у нас порядка четырех тысяч ровно вот поэтому будет принципе на что посмотреть ну и заодно вспомнить вот и 10 и как он себя сейчас вообще чувствовать кстати говоря забавное начало этого боя обратите внимание как мы сейчас едем красиво смотрите так все отлично проезжаем один танк нормально вроде бы да все хорошо вот кстати вот здесь но есть кто еще не в курсе хоть и наружу многие в курсе старайтесь все таки в этот участок объезжать вот через насыпь уголь это судя по всему вот поскольку здесь прострел может быть довольно быстрый тоже скорпион может быстро доехать туда вот или вот этот же десор довольно быстрая машина и немножко урона вам нанести ну как скорпион то не немножко урона наносит у него пушка мощная на и вот этот момент смотрите это вообще как ты ездишь смотрите еще раз сейчас как интересно будет как он вообще как он вообще я не знаю куда ты смотришь я вот прямо еду у меня на пересечении идет бах все красавица ну да да пишет я тебе помогу да ну дает команду я ему на порекомендовал все-таки права сначала получить нужно так как он ездит это конечно нечто но это такое немножко юмора теперь смотрим уже непосредственно на сам бой корна рван акшен x я не знаю как то он так решительно рванул вперед ну как для тяжа британского тем более премиум он довольно динамичный хоть и не сильно быстро но динамичный скорость сохраняет маневрен и все прочее вот здесь мы занимаем позицию типичную потому что вот здесь вот у нас за насыпью возможность танковать от башни есть плюс корпус не выставляет слишком сильно танк низкий вот здесь очень идеальная позиция для танков типа т-34 т-30 вот и тому подобное т-29 и всех которые на них похожи что них слабый корпус но мощные башни отличные в н плюс башня крупная то есть отсюда из-за насыпи выглядывать самое то и можно контролировать отсюда вот это направление вот это такие два и вот это в принципе это тоже да я сказал но тут надо выкатываться сейчас мы это увидим непосредственно на самом примере боя здесь сейчас выкатываюсь и видите тут же я получаю поскольку я слишком сильно выкатился вперед премиумный type 63 японский новинка с новой технологии охлаждения орудия которая в общем позволяет ему более точно стрелять с более высокой точностью но по моему пониже скорострельность у нее становится точность возрастает скорострельность уменьшается так я не понял чем прикол как это что это за охлаждение такое орудие по идее если есть их новое охлаждение то скорострельность он терять как раз не должен а здесь как бы получается больше времени на охлаждение но допустим ладно допустим всех тонкостей не знаем но и обычно вот эти такие новые танки они вызывают некое беспокойство вот поскольку сейчас вот просто шикарно без прицеливания оп влетела в крышу и вот эти новые танки не вызывают некоторое замешательство ты не знаешь на что он способен вот здесь я опять выцеливаю но здесь поторопился надо было остановиться дать выстрел потом откатываться здесь конечно минус однозначно мог еще домах нанести ну пока type 63 перестреливается можем посмотреть с кем у нас там идет перестрелку стигер маусом ну да танк неплохой принципе хп много здесь еще осторожно я так действовал поскольку здесь он корнер вон и он тоже в любой момент может выкатиться но прикол в том что здесь еще вот тут наши стоят не знают сюда мы сможем увидеть наверно нет да вот видите и поэтому здесь у них идет перестрелка с этой премиумной тоже новой подышкой относительно новой и поэтому он тоже не может выкатиться дать мне домах на вот но ты в полу более так сказать не замечаешь зачастую этих моментов из-за этого опасаешься эту семах выкатиться в смелее до несколько раз нам боялся шкарно рвун там атакует как раз в борт а вот и 30 для т-30 здесь вообще отличная позиция просто супер но тут они видите стали вроде у них выгодная позиция пусто не простреливает это вот это уже забрали да вот еще на корнер он как не премиум на вот зато они под огнем артиллерии то есть он кидает они сконцентрировались он кидает сразу три танка оглушенные тоже свои плюсы свои минусы в этой позиции опять выкатываемся бах ну опять же видите это в б то есть когда на вашей стороне без сведения летит куда надо когда он не на вашей стороне вы сводитесь она куда-то летит не туда или идет по касательной рикошетит и в общем все ну учитывая что у нас разовый домах довольно большой там примерно где-то четыреста сорок четыреста пятьдесят единиц среднем то очень влетела этому тапку хорошо я числя даже удивился поскольку обычно тапок он довольно сильный по бронированию здесь так влетала в броню именно слабую броню крыши башни но здесь про же это как обычно мешает нам в общем чем тут забыл мы лишь что стоит уже один соперник чё ты лезешь только мешаешь ты здесь нужен ты здесь не нужен ты можешь поехать другое место он куча других мест нет надо еще здесь стать у вас здесь смотрите его также сет три есть получил 440 честно говоря я вот так вот открыто с ним относительно недавно у нас появился что прям так открыто с ним столкнулся это впервые именно прямой перестрелки здесь наверно надо было все таки в нлд целить они в этот они в гусеницу поскольку ну там замешкался но все равно минус домах это если при этом кто-то еще по нему дамажил в этот момент было бы замечательно вот и был удивлен тому что у него не такая что и хорошая броня я ожидал большего от этого type 63 броня у него то где-то на уровне среднего танка да есть так разобраться и знаешь там по части лобовой здесь я же не стал стоять выцеливать тем более бортом и плюс смотрите у нас на правом фланге на левом точнее одна пт х стоит а там противников судя по всему как минимум две машины а то и три вот и принципе оказался прав то есть я выкатывался помогать этой су-130 и вот тут у нас су-130 pm благо что она была заряжена фугасом очевидно она хотела атаковать артиллерию нашу поэтому зарядила фуаз но не доехала не успела надо артиллерии доехать вот поэтому первый домах был очень слабенький там всего 70 единиц вот и здесь плюс срикошетил он нужно посмотреть куда попало так а ну-ка ну вот она эти пробития нас бьет блин голдой hb ом в нлд понятно так пробьется здесь влд пробивать с трудом явно голда полетела причем скорее всего кумулятив не жалеют голду вообще лупят направо налево кошмара и надо ограничивать уже давно пора эту и вот это попадание су-130 по касательной в нлд с рикошетила в самый низ пошло еще под углом с рикошетила хотя пушка у нее очень хорошая ну и все я здесь откатаюсь уж там еще лорейн вот и жду су-130 совершит она эту ошибку или нет она боится вылазить я честно не ожидал что она здесь выползет она все равно выползла это прям удивительно ну и я ее забрал очевидно она ждала что ей повезет поскольку быстро прицелится даст дамаг и откатится назад но не тут то было су-130 вообще неплохая машина премиум на броника что у нее нету но есть какая-нибудь динамика очень хорошая пушка вот и наша уже су-30 это забирает вражескую лорейн лорейн кэш картон еще тот занерфленный когда-то я если не ошибаюсь было у нее 6 снарядов в магазине поэтому было время когда она считалась лучше чем mx50 100 но потом так а здесь у нас д-40 британский колесник так все но это по нашему свету очевидно я честно даже не получил так резко вылез принципе ну опасно ему здесь было ему все-таки желательно было отсюда уходить чем стал перестреливаться и он так эту су-130 не забрал обратите внимание как у с ней перестреливался она правильно здесь пряталась за этим насыпью так и не попал плюс еще что ты здесь на легком танке стоишь или как он считается среднеколесный вот если здесь еще ты 110 странное решение учитывая заднюю скорость его могу так вот катиться где-то там еще просуетиться но не стал в общем и здесь у нас как видите довольно неплохой результат по нанесенному урону плюс бои вообще как это особо без неров был обычно бои на топовых танках или правильно сказать субтоповых там когда то есть девятки десятки это конечно еще те нервы это большие затраты потом по ремонту по стоимости снарядов но в этот раз как-то все прошло более-менее гладко и эффективно плюс вбр немножко помогал к спусту два раза летела точно тапку в крышу без особого прицеливания это конечно однозначно помощь вбр в остальном принципе и сами мы играли здесь более-менее грамотно вот такой получился у нас бой по десятке более подробно мы потом поговорим о его бронировании но заранее могу сказать что танк не особо конечно защищенный один наверное из самых слабых по бронированию среди тяжелых танков но у него отдельная концепция была поэтому он скорее был переделан от концепции тех же тяжелых из 47 в сторону более легкого это 68 у нас по факту из 8 это последующие же зависим модификация сторону более легких более маневренных но это был первый массовый тяжелый танк послевоенный что самое интересное вот ну и рассчитывался он конечно на массовое применение то есть поэтому там важнее маневренность скорость и ну да здесь более-менее приемлемая лобовая броня этого должно было хватать вот мы хотя и лобовая бортовая еще как куда не шло вот но это уже как говорится отдельная тема для разговора об этом поговорим уже потом более подробном обзоре на этот танк ну так в целом машина приятная кэш в управлении из-за своей динамики относительно неплохо стабилизированного относительно неплохо повторюсь орудия при том что он довольно мощная вот но главное здесь динамика приятная динамика у танка но в остальном конечно очень многим своим коллегам проигрывает по бронированию это прям проблема поскольку первый приезжает на место битвы и и первый же отгребает потому что ему брони не хватает как-то так но такой отбой если вам понравилось поставьте лайк вот более подробно мы уже поговорим в полном обзоре на этот танк все до новых встреч пока субтитры сделал DimaTorzok динамика